Здравствуйте, пожалуйста, быстрее, на Светлане сейчас сбили женщину. Говорите адрес, где это? На Светлане, прямо на переходе, на остановке. Курортный проспект на переходе, женщина жива? Не знаю, вот сейчас я бегу, посмотрю, сейчас вот только что... Телефон, говорите свой для связи. Такого рода звонки сочинская станция скорой помощи принимает чуть ли не каждую минуту. Сообщение о ДТП, как в данном случае, относится к первой категории срочности. Поэтому первая же освободившаяся бригада спешит на вызов. На сборы максимум 2 минуты, и врачи уже в пути. Вячеслав Мясников на службе 30 лет, но каждый выезд – новая история. Все время разное. Несчастье, деталь, не нужно просто привыкнуть. Дорога от станции до Светланы заняла 5 минут. На место происшествия скорая приехала раньше сотрудников ДПС. Травма у женщины оказалась не тяжелой, но тем не менее, отправить пострадавшую в больницу необходимо. И прямо оттуда на следующий вызов. С полуночи до 10 утра на станцию скорой помощи уже поступило несколько сотен звонков. На них отвечают 7 диспетчеров. А специальная компьютерная программа автоматически сортирует заявки по категориям – экстренные и неотложные. К первой относятся ДТП, инфаркты, ножевые ранения, падения с высоты и проблемы со здоровьем у детей до 3 лет. Следующая категория вызовов обслуживается только в случае отсутствия звонков экстренного характера. По словам специалистов, из-за незнания этих нюансов у горожан и возникает много вопросов и претензий к работе скорой. Температура повышенная 37,8 у себя самого – это гораздо меньшее зло, чем острый фарт миокарда у соседа. И машина скорой помощи должна приехать в первую очередь к соседу, а потом к тебе самому. К сожалению, не все люди способны это понимать. По федеральному закону на экстренные вызовы бригада должна прибывать максимум за 20 минут. На неотложные выделяется 2 часа. По оценке экспертов, все показатели по экстренной и неотложной помощи в Сочи находятся на уровне федеральных стандартов. Летом же количество специфических заболеваний и травм возрастает. Поэтому и время ожидания неотложной помощи тоже увеличивается. Осложняет работу скорой неточные сведения о больном. Надо выяснить вопросы, интересующие диспетчера, для того, чтобы бригада могла сориентироваться, на что именно вы едете, на какой вызов, какие надо брать с собой инструменты, еще что-то там, да. И какую бригаду отправить для диспетчера направление, какую бригаду отправить в первую очередь. Основная нагрузка на медиков приходится в вечернее время. Поэтому они призывают при наличии жалоб не ждать ухудшения самочувствия и вызывать скорую днем. Тогда, если не требуется срочная помощь, вызов будет переадресован в поликлинике. Это поможет снизить и без того высокую нагрузку на неотложку. Летом население Сочи за счет отдыхающих возрастает в 2-3 раза и может достичь миллиона человек. По нормативам на 10 тысяч приходится одна бригада врачей. Таким образом, на курорте в сезон их должно работать больше 100. Однако сегодня на вызовы выезжает всего 51. И это на весь Большой Сочи. Кроме того, от Красной Поляны до Лазаревского дежурят всего три специализированных бригады. Реанимационная, педиатрическая и психиатрическая. И это несмотря на лучшее в России техническое оснащение. Вот и получается, что сегодня помощь нужна самой скорой помощи. И в первую очередь в решении кадрового вопроса. К сожалению, привлекательность профессии скорой помощи не высока в настоящее время. И вот в этом году всего один выпускник Кубанского медицинского университета обучался по целевой программе для скорой помощи. Когда в городе проходят мероприятия, с линии бригады не забирают. Просто многие медики работают не в одну, а в две смены. В этом году на время хоровых игр в Сочи на подмогу приехало 27 специалистов. Это позволило сформировать дополнительные 11 бригад. Многие из них приезжают на курорт не первый раз. На время пребывания их обеспечивают жильем. Все они у нас приезжают с такими категориями, все со стажевые. То есть люди не с улицы, а пришли именно скорой помощники со всего края. Однако значительно увеличить количество бригад на весь курортный сезон не получится. Так как в этот период, несмотря на напряженность, многие берут отпуска. Еще одна беда – медики уходят работать дежурными врачами в отеле и коммерческие клиники. Там и зарплата выше, и условия лучше. Те же, кто остается нести дежурство скорой помощи, вынуждены брать на себя дополнительную нагрузку и справляться с поставленной задачей. Преодолевать усталость, быть вежливыми и выполнять свою работу. Кстати, по закону, каждые три часа врач должен делать перерыв хотя бы на 15 минут. Но за несколько дней, что съемочная группа провела на станции скорой помощи, в комнату отдыха так никто и не заглянул. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. Целевое есть такое направление в ВУЗы, довольно распространенное.